Бактериологический посев мочи – это лабораторный анализ, предназначенный для определения того, есть ли в моче патогенные микроорганизмы и каким антибактериальным препаратам они чувствительны. По результатам данного исследования удается установить, какие именно бактерии спровоцировали то или иное воспалительное заболевание мочевыделительной системы, а также правильно подобрать лечение. В этом видео мы поговорим о том, зачем назначают данное исследование во время вынашивания ребенка, как сдавать бакпосев мочи при беременности. Зачем назначают бакпосев мочи во время беременности? Бактериологический посев мочи назначается всем женщинам, вынашивающим ребенка дважды. Первый раз – сразу после постановки на учет по беременности, второй раз – перед родами. Данное исследование необходимо для исключения бессимптомной бактериурии, которая, согласно статистике, встречается примерно у 6% будущих мам. Бессимптомная бактериурия представляет опасность не только для самой женщины, но и для плода. В 2019 году ученые из Тюменского государственного медицинского университета опубликовали работу, в которой было установлено, что бессимптомная бактериурия в 25% случаев сопровождается угрозой преждевременных родов. Иногда врач может назначить беременной женщине проведение дополнительного бакпосева мочи. Необходимость в этом возникает при наличии подозрений на какое-либо инфекционное заболевание мочевыделительной системы. Таким образом, данное исследование может быть назначено при неудовлетворительных результатах общего анализа мочи, при появлении боли в области поясницы при мочеиспускании, при учащении позывов к мочеиспусканию. Подготовка к исследованию. Чтобы получить корректные результаты, необходимо придерживаться некоторых правил при сборе мочи для бакпосева. За двое суток до исследования необходимо отказаться от приема мочегонных препаратов, избегать повышенной физической активности. За сутки следует ограничить потребление красящих продуктов, например, свеклы. Кроме этого, не рекомендуется повышать объем выпиваемой за сутки жидкости. Моча собирается в утреннее время суток в стерильную тару. Лучше всего заранее приобрести специальную баночку для сбора мочи, которая продается в аптеках. Непосредственно перед мочеиспусканием следует привести тщательную гигиену половых органов без использования каких-либо гелий или других моющих средств. Женщине необходимо сначала немного помочиться в туалет, затем в приготовленную емкость, заполнив ею примерно на треть, закончить процесс мочеиспускания в унитаз. Затем баночка с мочой плотно закрывается крышкой. Собранный материал необходимо как можно скорее отнести в лабораторию в идеале в течение двух часов. Расшифровка результатов. В том случае, если по результатам анализа было обнаружено менее 1000 коя на 1 мл мочи, лечение не требуется. При обнаружении от 1 до 100 тысяч коя на 1 мл мочи рекомендуется привести повторное исследование в связи с сомнительностью результата. Результат анализа более 100 тысяч на 1 мл мочи указывает на наличие инфекции. Кроме этого, в результатах исследования будет отображена антибиотикограмма, в которой будет указан уровень чувствительности бактерий к тому или иному антибиотику.